Чужим дороги нет, как хочешь, так и проезжай. Такая ситуация сейчас не редкость. В городе в некоторых дворах установлены шлагбаумы, где-то проезд перекрывают бетонными блоками, а в садовых обществах и в селах улицы часто загораживают заборами. Часть улицы Молодежной в поселке Сосновый Бор Тукаевского района в тупик превратилась совсем недавно, но перекрыли дорогу на этом перекрестке не только чужим, но и своим. На улице Молодежная в поселке Сосновый Бор появилось свое яблоко раздора. Это бетонные блоки, которые разделили дорогу на две части. Месяц назад у зелеры Халимовой сгорела баня. Огонь уже подступал к дому, благо пожарные поспели вовремя и дорога тогда была не перекрыта. Они просто будут разворачиваться и обратно ехать по другим улицам. И уже доля секунды все сгорит. Бетонные блоки оказались здесь, потому что в этом году жители верхней части улицы на свои деньги сделали асфальтовую дорогу. Владельцы домов Нижней в этом не участвовали. Мы сделали асфальт, покрыли и поставили здесь бетонное заграждение для того, чтобы грязь не шла оттуда. То есть мы не против того, чтобы здесь машины стояли ихние, но и не хотим, чтобы грязь стащили, потому что через год к осени эта дорога тоже будет. Вся уйдет в грязь. Мы сказали им, если вы хотите, чтобы отсюда ездить, делайте вон свои половины. Это сейчас сухо. Сейчас оттуда можно проехать машины и здесь будет нормально. А когда дожди проливные идут, оттуда не выйдешь, никто не смог выехать. Бездорожные хотят проложить асфальт, но позже, ведь сейчас на их половине еще идет строительство. Вода и газ подведены не ко всем домам. Когда будут выполнять эти работы, все перероют заново. Пустая трата денег, говорят жители. Хотя бы вы сюда вложите деньги. Вы что хотите? У нас 10 тысяч тоже не менее. Я кто-то ставлят туда деньги вложил. А мне нужна дорога. Ну тебе нужна. Вот ты себе сделала. А дорога у меня. Жители с нижней части улицы намерены добиться, чтобы с дороги убрали бетонные заграждения. Но их соседи отступать не намерены. Мы дороги не обнимаем. Это однозначно. Хоть что вы делаете. Какие проблемы? Я тоже подам. Убрать бетонные блоки все же придется, ведь за любое загромождение путей эвакуации могут привлечь к административной ответственности. Для этого недовольным нужно написать жалобу в прокуратуру или в отдел пожарного надзора. Влечется на председателя сельского поселения, садового общества, ну получается представителя садового общества. Также тот, кто сделал эти там, ну загромождил пути эвакуации. На граждан это до 4 тысяч административный штраф, на юридическое лицо 150 до полумиллиона штраф. Как ответили в администрации сельского поселения, Князевская, куда входит и Сосновый Бор, о непростой ситуации на улице Молодежная здесь знают. Нам пообещали, что в трехдневный срок от бетонных заграждений не останется и следа. Елена Портнова, Михаил Матвеев, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.